Surprise, motherfucker! Привет, мальчики и девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Сегодня очень волнительный выпуск для меня, потому что крайне необычный аромат на обзоре будет. Это красавец и чудовище в одном флаконе, о нем я слышал, услышал впервые несколько лет назад, и с тех пор я мониторил, следил, ценник был слишком как-то высок для меня, и сейчас вот нашел по более приемлемой цене, кстати, кот Гагарин тут как тут, выпросил у меня очередную порцию вкусняшки, внеочередную вернее, и вот он, объевшийся, но тем не менее, любопытствует, лазит и все ему интересно, будет помогать распаковывать. Аромат анималистичный, то есть, извините за слово это, какашечный ут. И все бы ничего, может быть, я мимо бы и прошел, но такая вот много отзывов о нем, что игра контрастов. Почему у красавицы чудовище? Потому что, с одной стороны, очень красивая композиция, компоненты высочайшего качества, а с другой, вот эта вот анималистичность, которую многие, ну прям, не переносят, вплоть до рвотного рефлекса, и отзывы на фрагрантики меньше 4, 3,7 где-то, ну такие. Но меня это не отпугнуло. Почему? Почему не отпугнуло и почему решил заказать? Потому что есть у меня вот этот красавчик, Dior Leather Wood, причем первых выпусков, когда он еще был ни при чем, ну, то есть, без оглядки там на каких-то, на какие-то утонченные носы был сделан. Сейчас в новых выпусках его причесали однозначно, об этом многие отзываются. И у меня чувство дежавю, когда я читал о герое сегодняшнего обзора отзывы на фрагрантики, у меня чувство дежавю, потому что то же самое практически пишут о Leather Wood, что, мол, накакали, коровьи лепехи, и, в общем, невыносимая вот эта вот анималика животинистая, с зверем, зоопарком, цирком пахнет и так далее. Но дело в том, что если бы я не читал эти отзывы на фрагрантики о Dior, мне бы в голову не пришло даже, что он как-то излишне анималистичен. То есть, я не то, что этого не чувствую, но у меня мозг ассоциации с лепешками не выдает. Хотя я в деревне отдыхал, и коров этих в детстве особенно любил, там бегал за ними, веселился. Ну, и там все в этих лепехах в деревнях-то, вы же знаете, кто был, кто бывал. И многие указывают, что анималистичность самая такая вот безумная у Dior, она в начале. Но дело в том, что именно старт этого аромата и нравится мне больше всего. Ах, как бы я хотел, чтобы он длился дольше. Но, к сожалению, быстренько он стихает. И что касается аромата, который я распаковываю, те же самые отзывы. И мне стало безумно интересно, безумно, что же это за зверь такой, потому что он уже легендарный в своем роде, именно среди парфманьяков. И вот насколько его любят, настолько же и ненавидят. Я, конечно, во многих роликах своих говорил, что, в принципе, я, наверное, уже успокоился на каком-то люксовом плюс-минус звучании. Ну, имеется в виду на простом. Вот почему криви люблю, да? Потому что все понятно, все как-то свеженько, прозрачненько. Мне это нравится. И вот плюс-минус это мой профайл аромата любимого. Такое звучание. Ну, и вы задаете сейчас, конечно, вопрос. А зачем же ты тогда вот это купил чудовище? Ребят, ну, чтобы в коллекции была изюминка, должно же что-то изредка щекотать нервы. Итак, давайте приступим уже к распаковке. Тут пробники, значит. Я, представляете, лошара. Я впервые узнал, что можно на Aroma Boutique выбирать пробники, как на духе РФ при покупке. Я раньше... То есть, там, вам три подарка полагается. Я раньше вообще все это игнорировал, и подарок мне приходил один. А здесь, наконец-то, я перестал тупить. Кстати, имейте в виду, тоже кто заказывает. Три подарка. Ну, да. Почему это все люксы такие простенькие? Ну, потому что выбор там был невелик. И, наконец-то, вот он. Тот самый герой. Тяжеленная коробка. Ну, то есть, вместе с упаковкой 770 грамм. Это все весело. Дусита Парфамс Париж. Парфюмер. Тайская девушка Писара, по-моему, или Писара. Я не знаю, как ее... Кстати, даже вот имя, да, немножечко перекликается с ассоциациями некоторых людей на данный аромат. Очень интересно, что же... Что же мне он выдаст. Пусть это будет, да, такое вот... Практически невыносимое даже. Но, блин, ну охота вот иногда... Экспириенса такого вот... Блин, мне кажется, я животные нотки люблю. Если они грамотно замешаны. А именно в данном аромате... Опять же, насколько вот я читал отзывы... Все это сделано на высшем уровне. Это один из самых... Это самый дорогой аромат у марки Дусита. Там всего три экстракта. Остальные все парфюмерные воды. А это вот Экстракт Депарфам. И причем вот именно Уд Инфини, что в переводе бесконечный Уд, да, Он самый дорогой. Без пяти евро четыреста. Но, естественно, я купил его дешевле гораздо. Не знаю, насколько такие ценники сохранятся. У нас в российском сегменте... Слушайте, я не могу открыть так просто. И придется мне взять ножичек, секунду. Лайфхак. Кто не знает, как открывать коробки вот такие заевшие, с заевшими клапанами, клапанами, ну, когда есть риск порвать просто клапан при открывании, просовываем что-то плоское, типа линейки или вот нож. Именно я взял большой стационарный нож с широким лезвием. И вот видите, оно открывается безболезненно. Супер дорогущий аромат. И презентация, знаете... Смотрите, какая красивущая шкатулка. Мне нравится. Она пластиковая, ребят. Не картонная. И вот так вот оно выглядит здесь. Немножко кривенько лежит. Но это, видимо, как с завода положили. Я подозреваю. Сейчас я... А! Кривенько. Они же везде на фотках, знаете, как лежат? Сейчас я вам покажу. То есть немножечко развалочку. Вот так вот, видите, он немножечко приподнимается. Очень презентейшн, конечно, на уровне, что говорить. Кстати, я смотрел кучу обзоров у ютюберов, у зарубежных и даже у отечественных. На этот аромат у всех пробники. А тут флакон. Так что, может быть, вам это будет полезно увидеть. И шкатулочку, и флакончик. Как оно все выглядит. При этом объем всего 50 миллилитров. Вот эта вот штучечка маленькая стоит 50 евро. Флакон великолепный. Я обожаю такую лаконичность. Он с плавными такими линиями. Вроде ничего особенного. Но, видите, вот если посмотреть так. Очень эллипс такой правильной формы. Вы слышите шуршание. Это Гагарина приходит к пленочку новую. Великолепный флакон. Вот это по мне. Вот такие дизайны я люблю. Не то, что Криды, кстати говоря. Могли бы за те деньги, за которые они толкают свои парфюмы, сделать что-то более интересное. И посмотрите цвет какой коньячный, да? Замечательный. Не пахнет совершенно, хотя экстракт. И хотя крышка, кстати, тяжелая, такая весистая, позолотая. Или что это? Ну вот это вот напыление. Очень качественное такое прям. Ну, не знаю. Это нужно щупать, это нужно вживую смотреть. Камера этого не передаст однозначно. Не пахнет. Это очень странно. Ну, то есть удивительно. Учитывая то, что все отзываются именно о действительно выдающейся стойкости шлейфа. Но экстракт все-таки. Все-таки духи, ребят. Ну и давайте. Тот самый момент настал. И, кстати, что бы я сейчас не почувствовал, у меня понимание есть, что такие ароматы нужно носить в шлейфе. С пятна их нюхать. То же самое, как и впервые затестил Leather Wood от Dior. Это было что-то мерзкое. Просто мерзкое. А вот когда наносишь за уши и чувствуешь просто воздух, который вокруг тебя вот там, они отдают всю красоту. Поэтому давайте. Пшики, да? Раз холостой. Два холостой. Три. Уже на подходе жидкость. И О. Четыре. О, страшно даже нос поднести. Но надо. Хм. Ребят. Ну я... У меня толерантность к такому, видимо... к такому виду ароматов. Первые секунды абсолютно ничего страшного. Вот что значит мифов, легенд и всего прочего наслушаться. Милейшее создание. Абсолютно. Кожа такая, знаете, вот чувствуется анималистичная кожа. Но абсолютно без перегибов каких-то, сколько их таких. Блин, да с Гуччи Гилти Абсолют мужского. И то больше такого вот. Ух. Похоже на старые женские духи. Женские именно. Но такие вот очень дорогие, очень из качественных ингредиентов. Качество. Чувствуется качество композиции, качество материалов. Ребят, вот вообще, очень многие пишут, что да, первые там 30 минут вообще это невыносимо ужас. Вот близко даже ничего такого для меня нет. Может быть я уже слишком озабочен и маньячелло. Но с другой стороны у меня нет какого-то грандиозного опыта в тестировании именно анималистичных ароматов. Мне кажется, анималика в 80-х годах, в каких-то женских шипрах, она была похлеще гораздо, чем тут. Кстати, очень скромное пятнышко масляное. Едва ли заметное. Что вам, что мне. Очень скромное. Как для экстракта. Вообще не страшное, абсолютно. Ну, знаете, еще может быть действует эффект, когда вот у траха глаза велики. Как говорится. Ну, вы поняли, да? Когда тебя готовят к чему-то такому, то ты уже весь внутренний собрался, уже думаешь, я выдержу, я перенесу. А тут... Интересный, из дорогих компонентов. Дорого-дорого очень звучит. Густой такой вот. Томный. Игручий, игривый. Блин, никаких вот, знаете, отзывов, причем не один и не два и не три. Можете зайти на программу и почитать, что клумба цветочная. И туда пописали и покакали. Вот одновременно. Не знаю, может быть у меня с носом что-то не то. Но я чувствую прелесть, красоту, густоту. Да, я бы его, может быть, даже больше к женским отнес. Хотя, знаете, вот у него такой характер интересный, что унисекс. Все-таки унисекс. То есть вот для меня в данный отрезок моей жизни это абсолютно никаких не будет проблем его на себя нанести и ходить в нем. Особенно, когда может быть... Слушайте, вот даже, даже, даже сам Ут я прислушиваюсь и я нахожу переклички, вы представляете, с Лезер Ут Диор. Такие слабые, но вот именно они... Вот если это анималика, да, если о ней речь, если вот это называть анималикой, то вот чувствую я эту некую похожесть и не скажу, что этот лучше или Диор там лучше. Единственное, что вот на теперь вот с руки... Вот я сижу с вами 10 минут там или сколько там, 5 минут назад я его нанес. Я скажу, что у Диора даже более спорная вот эта вот... Вот эта вот составляющая, как я ее понимаю, анималика вот эта в старте, которую я люблю. Здесь все поскромнее, потому что здесь... Кстати, цветы заявлены, майская роза, как Лаосский Утни какой-нибудь, а Лаосский... И вот мы все не можем понять. Обсуждаем с ребятами, а что толку воздух сотрясать? Мы не узнаем, натуральный он здесь или нет. Ну слушайте, 400 евро за 50 миллилитров, в принципе, могли бы хотя бы какую-то часть натурального Уда и добавить. Ведь не зря же он дороже других экстрактов в той же самой линейке. Почему дороже? Вот Ут, он дороже. Ну значит, наверное, какие-то компоненты более дорогие. Может, дело не в Уде. Майскую розу, если честно, ребят, вот сейчас, ну я чувствую, да, вот сейчас уже какая, знаете, помадная, очень помадная, очень вареньевая какая-то такая. Но я не скажу, что прям он супер цветочный или какой-то. Это вот такое плотно так все сбито, что на ноты расчленить сложно. Бензоин какой-то, сиамский бензоин, собственно, откуда писара это родом из Таиланда. Сиам и Таиланд, да, сиам, древнее название страны. И Роза Майская, и все такое. Ну, Сандал, по-моему, тут Амбра. Вот как мифы разбиваются просто в дребезги. Ну, по крайней мере, вот мое мнение. Может, если вы попробуете, то там вас передернет, вы скажете, нет, нет, такое нам не нать. А мне? Я, по первым впечатлениям, ребят, я доволен, потому что ничего подобного у меня в коллекции нет. И звучит он интересно. Густо, очень восточно. Восток я люблю, как и многие другие направления. Будем разнашивать. И я думаю, что в шлейфе он принесет какие-то новые варианты своего звучания, новые какие-то нюансы отдаст. И, возможно, ну, наверное, да, я сделаю обзор уже такой более подробный по итогам его разноски. Надеюсь, данный ролик был вам полезен. Оцените как-нибудь его. И до новых скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok